Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Lillplay, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Elden Ring, дополнение Shadow of the R3. И находимся в теневой Альтус, прямо перед нами, хотя часть мы его уже зачистили, нашли некоторые выходы в другие локации. Вот одна деревня там какая-то, и второй подземный Альтус тот самый, который руины там кого-то там. Ну мы решили, что сначала смотрим, тут можно убрать метку, мы сначала смотрим вот это вот, вот это вот, предзамковое пространство, плюс там вон стоит приятель с факелом, раздражает меня. Если он, конечно, не стреляющий, вернее, ноги у него не железные, то убьем, если стреляющий, ну его нафиг. Хоть вы мне написали, как его быстро убить, но это я уже не буду этим заниматься, если буду, то когда-нибудь потом. Так, давайте осматривать, давайте осматривать, что можно осмотреть, посмотрим края, опа-на. А ты кто? Не, я знаю, кто ты. А как ты здесь вообще был? А что это еще за место? Вода. Это же мы там были, а вот там не были. Вот сейчас мы попадем с вами в эту локацию, которую я думал, как туда попасть, а она вот как попадает. Все довольно легко попадает. Ого, прыгать. Я отсюда вылезу вообще, живым. Увидел, да? А он с каким-то рюкзаком, или что? Головы нет, а видит. Вон там мы еще не бывали с вами, по-моему, да? Или бывали, что я вообще уже запутался в этих лабиринтах. Что он там делает? У тебя же головы нет, как ты видишь. А, ты так умеешь. Ну и так умеешь. Я что-то не то выпил, но да ладно. Ого. Неплохо. Сейчас я час буду спать. Не понимаю, почему я часами сплю. Хрень тебе. Говнюка. Блин, да хватит мою лошадь мучить-то. Щит. Ты посмотри на него. Дай, че-нибудь интересное. Спасибо. Кузнечный камень-возь. Что-то еще могут дать-то? Размечтался. Дайте ему что-нибудь. На. Так, это, я так понимаю, рядовой враг. Потому что он будет, наверное, ходить постоянно. Мы вот. Вот находимся в той части, куда они могут добраться. Ну давайте сначала доберемся до... Водопада. Смотрим, что у нас тут. Ну вот такое ощущение, что я прыгнуть могу, да? Вон там. Да, ну так а что это такое? Водопад. Ладно, нет, нет. Просто думаю, переход там есть, нет. Так, а это у нас тогда что? Ну, наверное, внизу не был. Сложно сказать. Наверное, не был. А это же город наш, да? Который мы защищали. Да, по крышам бегали. Правда, того типа красного, что-то не помню. А вот это мы с вами активировали? Судя по всему, да. Оно просто, понимаете, с разных сторон заходишь, и везде разломы. И сложно понять, был ли там ты или не был. А это телепорт. Ух ты. А это... Применить насыщенный мечевидный ключ. Добай. Это подземелье будет, да? Насыщенный мечевидный ключ сломался. Понятно. Да, есть телепорт. Это подземелье. Хорошо. Все-таки есть мечевидные ключи. В смысле, применяются. Так, а там вот бегали, да? Это ж мы обходили, по-моему. Да, обходили. Ща. Подожди. Ща, подожди, еще по воде побегаю. Это меня ведет куда? Наверное, к обрыву куда-то. Да, это ведет нас там, где мы бывали. А то ж ничего ж нет такого. Просто спрыгнуть есть возможность, да? Ну, вон два пара... А, по мосту мы проходили. Вот на этой возвышенности мы не были. Так, а зачем сюда прыгать? Не знаю, может там ход есть? Вот еще какая-то часовня мелкая. И это часовня с мужиком. Да, поэтому... Поэтому вот по этой стене мы бегали. Подожди, я часовню активирую. Руна царства теней. Есть такое дело. Костер это ж возле... Костер это ж возле... Да, костер это ж тот самый костер, единственный, который был. Все, теперь я поймем, где я нахожусь. Сколько у меня там? 153 тысячи. Ох, ох, ох. Просто иду сейчас в портал, где я их, возможно, потеряю. Все, это мы обошли со всех сторон. Только там у меня есть еще кое-что проверить. Но это потом. Вот по той стороне. Ну ладно, давай. Давай в подземелье. Или куда-то нас отправят. Я думаю, оттуда телепортнуться мы не сможем уже. Ну, вперед. Прощайте души. Сколько у меня? Может я прокачаю? Может у меня 100 тысяч есть? Подожди. Сколько у меня всего есть душ? Три по 12 500. Нет, 100 тысяч не наберу. 40 тысяч. Три по... 40, 70 тысяч. Еще по 7 500. Что нет, где-то 100 тысяч есть. Ладно, хрен с ними. Давай, поехали. Не факт, что это вообще портал. В подземелье. Может, это портал просто какую-то местность. Ну, а как я говорил. Руины древней обители Рауха. Это портал в новую локацию. Далеко от этого места, где мы с вами были. Как вам? С драконом, наверное, в центре. Да, есть призыв. Но нет костра. Вот это меня печалит. Где же костер-то? Это можно за мостом, что ли? Да, неплохо телепортнули. А, вон рыцарь какой-то стоит. Так нет, даже статуи. Где я воскрешаться собираюсь? Нафиг он мне нужен. Я сейчас телепортусь отсюда. Я предупреждаю. Статуи хотя бы дайте активировать. Чего я туда пойду? Там псих какой-то стоит. А сюда не залезу. Тут интересное что-то было. Ну, это какой-то другой замок. Нормальный телепорт. В никуда фактически. Частоты нет. Там же серьезный противник. Я вообще-то не это собирался исследовать. Ну, ладно. Раз уж так вышло. Так ты никуда и не денешься. Походу, это чисто поединок. Я просто не вижу, куда здесь уйти можно. Прикольно. Вообще ничего не видно. Сейчас точно кто-то ударит. Ну, ради гриба. С мякотью этого. Это стоило перемещение. Не, я все понимаю. Ну, хотя бы возле кострап какого-то. Вон, типец стоит. С какими-то мечами. Нара-рауха. Это, мне кажется, обломок, да? Диск из зеленой меди. Так, инвентарь. Новые предметы. Осиливать защиту при повышении переносимого веса. То есть, ты перегруженный, ты круче держишься. Материал для создания предметов из прошлого. Что мы с вами нашли? Вот нашли древний дружочник из метеоритной руды какой-то. Еще какая-то хрень с письменами. Талисман кузнеца. Урон от метательных клинков. Мне такого нет. Это мы в прошлой серии набрали. Мод есть. Вот. Лечение на расстоянии. Вспалить много за дальним союзником, за ней идти. Ой, как важно союзников лечить. Меня бы кто вылечил. Теневой подсолнух. Ладно. Что будем делать? Статуи нету. Не хочу я с ним драться. Он же меня убьет. И откуда тут воскрешать? Он не один. Мужчина, вы кто? А где статуи? Он точно один? Вроде бы, да. А что вы на меня не нападаете? Мужчина. Я ни хера не понял. Понятно. А, где понятно. Вопросов больше не имею. У меня фонарик стоял. Простите. У меня схватил. Неплохо. Да, обычный хрен маржовый. Давай. Ну, ничего страшного. Он стреляет и пусть стреляет. Да что ж ты? Твою мать, достать не можешь на хрена. Щит сломал. Нехиленький. И убил. После выстрела парализую. Ну, нокауния, короче. А, ну, после счета сбивания. Ну что, все. Где мне воскрешаться? Самая первая локация, получается, со своими 150-ми тысяч. И не понял, что я на машине к нему подъехал, а он даже меня не заметил. Я думал, мы с ним поговорить, может быть. Ну да, где же еще можно находиться? Руины Мурта. Руины, мать его, Мурта. Кайл. Пипец просто. Дальше не придумаешь. Что такое Кайл? Я не активировал тот костер, а мне его теперь активировать нельзя, потому что я потеряю души. И теперь, если я буду умирать, я буду отсюда ехать к нему, представляете? Вообще, зайти со спины надо было его пропердолить. Щит не держит. Очень мощные атаки просто выносят. Ну, не поставить возле него статую, считай, преступление. Хоть он не очень сильный, но у него очень мощные атаки. Сейчас тебя вот это не хватало еще. Там хоть ключ не надо каждый раз подбирать. Парень ходит по дороге. А, парня нет. Одноразовый. Ну, отлично. Убили призрачного. Типа полубосс был. Ну, как и тот, который там стоит. А, только теперь проблема души забрать. Все-то ничего. Начинаем было на коне ездить к нему. Человек с коня спрыгнул, не знаю. Так. Где мои души? Ого. Куда мы-то отлетели, слышишь? Ну, что, было жалко статую здесь поставить? Ну, вот не понимаю я. А, он меня уже увидел, походу. Да? Ну, ну, пошли. А, ну, давай, давай. Сейчас тебя сделаем. Здоровый, конечно. Сделал. Нормально сделал. Я, главное, не достаю. А урон просто сумасшедший нафиг. Я не могу, я не могу к нему достать, достать его не могу, понимаете? А если, а если достаю, то в обмен только. Щит не берет. Щит он снимает. А если я снимаю щит, то... Сразу же получаю, несколько раз. И что это было? Это даже не босс был. Ну, тоже неплохо. А, вон что-то засветилось. Что-то открылось, да? Да, свет пошел. Вот это дверь открыла. Нет, мне кажется. Спокойно. Это мой галлюцина. Так и что тут делает, вообще? А к чему этот парень здесь стоит? Я так понимаю, он всегда здесь будет стоять, да? Ничего не пойму. А к чему тогда эта область? Наверное, какой-то квест. Стоять сюда никуда не могу выбраться. Это как тупиковая зона. Где я сразился с каким-то парнем. Не самым крепким, но крепким. Ну, сюда нельзя. Ха. Ладно. Ну, еще это просто какое-то сражение. Так и зачем такую большую локацию делать подрядового товарища? Санрядовой. Может, это какая-то, может, цепочка одного из квестов, которым я точно никогда не узнаю. Без помощи википедии, да? Ну, наверное, как по-другому. Просто плацдарм, да, и с выходом наверх вот отсюда. С этого вот замка он все равно можно попасть. Без статуи, без ничего абсолютно. Темная, правда, вот эта вот темнота, вот эта вот меня чуть-чуть настораживает. Может быть, здесь что-то я не заметил. Настолько темная, что просто ночь наступает. Ну, вот этот алтарь странненький. Может быть, он с чем-то, как-то он и связан с чем-то. Перед алтарем что-то опять надо, какую-то штуку принести этому алтарю. Не знаю. Ладно, все, давайте отсюда ехать. Нифига тут нету. На самом деле, больше напугали. По масштабу и призыву. Я думал, здесь будет реально дракон. Ну, тут либо дракон, либо рыцарь. Тут третьего не дано вообще в дополнении. Поэтому в данный момент рыцарь приехал. Ну, все, пока. Вот когда там окажемся, тогда поймем, что происходит. А там вон костер, кстати, по-моему, да? Дорожная стелла, кстати, находится. Недалеко. Ладно, давайте назад. Тут все понятно. Давайте дальше осматривать с этого места. Поехали, посмотрим, что за храм. Единственный вопрос. Парень вечный или нет? Может быть и вечный, кстати. За того хоть кузнечный камень дали. За этого ничего не дали вообще. Ну, будем считать, босс одного вольнули. Так, там были, были. Это посмотрели, активировали. Пошли. А, в воде были. Пошли теперь вон на тот край. Факел я пока бить, наверное, не буду. Мне вот это интересует. Вот это вот место. Вот это бы открыть бы. И она находится номер 3. Номер 2 я что поставил? А, номер 2 развилка. Не надо нам развилка. Вон, номер 3. Вон там он находится. Если мы ее активируем, мы увидим все хитросплетения этого региона. Северный, я имею ввиду. Так, тут я уже побегал. То есть пошел. Мужик с собакой. Собаку убил. Ого, он стреляет там что-то. Хорюш. И вот меня метка номер 3 интересует. Вот. Вот здесь находится Стелла. Мне кажется, она внизу находится. А к чему я тогда этого парня убивал? О, костер даже есть. Лучик там бы какой-то сделали. Для чего-то нужна тут фигувина. У меня всего 165 тысяч. Зато вот чувака ничего не дали вообще. Это я сейчас подхожу опять к этому же зданию, где я был. Вот тут я был. Вот тут я бегу. Так. Это типа лестница? А, вот эти стреляющие на мосту. Помните, я еще говорил, как сюда наверх залезть? Вон на мосту стреляющие. Вот этой части замка я не был. Вот именно вот этой. Как интересно там оказаться? Вон сверху упасть, что ли, наверное, да? Хотелось бы прокачать уровень до того момента. Ну, да ладно. Это что за дохлые цветы? Что это такое? Теневой подсолну. Номер 3 вон находится. Это с другой вообще местности. Смотрите. Это не здесь. Это не близко. Это очень далеко. Это отдельный кусок карты. Вообще отдельный. Привет. Прекрати ты, не честно. Прекрати ты, не честно. Добиваем. Говнюк для фонарик. Я бы полечиться и не успел. Так, порешали мужика. Кузнечный камень, как обычно. А это тот самый замок, наверное, который я видел. Эй, ты где? А, вот я как раз выехал туда. Тот находится... А, тут находится даже не там. Он находится внизу. Подожди. Внизу. А как я карту не открыл? Внизу. Я ж тут был. Или не был. Пипец. Я ж там бегал. Ну, намутили, конечно, с картами. Да, это в центре леса вообще стоит. А я там разве не был? Подождите, я заходил сюда. Проходил вот это. Заходил сюда. Вот в тупик был. А слева что там был? Слева была дорожная стрела, что ли? Вон там тупик, по-моему. И что, я не добежал, Малех? Там же медведь был. Там же нельзя было бежать. Или можно было бежать. А я оттуда могу посмотреть. Я ж могу телепортнуться в это место и посмотреть, что там есть. Так, разрушенный храм. Я не знаю, с какой стороны заходить. Храм священного похода. Меня сразу же... Лишили лошади. Вызвать нельзя. Огненный рыцарь Квилайн начинает торжать. Тебе не избежать пламени. Огненный рыцарь Квилайн начинает торжение. Да пусть приходит. Я сам выйду от нее. Так подожди, тут же можно. Нельзя? Ой. Иди нафиг. Ты дал разрешение лечиться, говнюк. Я только имею право. Хорош, хорош. Сбил, сбил, сбил. Хорошо, что вам по одной дали. Ох, как такое возможно. Не оставляй меня. Королево Марика, моя благодать. Пепел войны, полыхающий. Ключ от комнаты для молитв. Какой еще нафиг комнаты? Какой еще нафиг комнаты? Ну а теперь можно на лошади ездить. И все хорошо. Мечу. Скулок духа упадка. Не знаю, могу ли я его уже прокачать. Слышите, где-то комната должна быть. Где же она? Тут стен нет. Он говорит про комнату. Руническая дуга. И где тут комната? Может не от этого помещения? Нет тут комнаты? Тут даже крыши нет. Ты говоришь про комнату. Комната для молитв? Вообще. Какой комната для молитв? А ну запрыгни наверх. Может наверху? Да нет. Толк наверх запрыгивать. Ладно, давай посмотрим, что за комната для молитв. Так, если там напишут, могут написать. Пепел войны полыхающий. Это наделяет оружие свойствами. А это ключ от комнаты молитвы. Открывает дверь молитвы на комнату в молельном доме, расположенном в церковном округе. Еще такой церковный округ. Может быть здесь? Где-то в этом. Ладно, давай. Тут точно ничего нет. Я не знаю, что такое церковный округ, но, наверное, так локация называется. Если что, у нас есть какой-то ключ. Ну что, уже двух рыцарей жахнули. Это кто валяется? О, привет. Несчастный. А еще с тобой нельзя поговорить. Не знаю, может их убивать нужно. Но я их не трогаю. Так, тут что-то красное я видел. Увидел. Увидел, что. Это я сейчас на факел выйду, наверное. Вон парни какие-то ходят. Хорош. Нормуль. Кузнечный камень. Кузнечный камень. Так. Тут призыв работает. Типа слишком много, наверное, будет воинов. Можем и так. Вон великан. Ну, к великану идти без костра или без еще чего? Что у нас с ногами? Не вижу, что с ногами. По-моему, веревки, да, можно бить. Только опять же, когда его бить? В какой момент его бить? Когда здесь армия? У меня вообще-то надо, наверное, костер бы найти. Опять костра нет, нифига нет. Дери с великаном, да? Дери с великаном, да? По-моему, у меня великан уже видит, да? Нет, у меня нет. У меня другие видят. Прекрасные ребята, здрасте. Блин, это мои любимцы. Это ж мои любимцы. Я же не убиваю. Особенно вот этот. Помните, как мы не справились ухом с ним? И они не сбивают, что самое интересное. Очень классные парни. Да, все. Большая стрела, там все такое. Не, великана я буду бить, только если есть рядом воскрешение. Если я буду постоянно защищать лагерь. После этого идите вы нафиг. С вашим великаном. Тем более, он стоит, смотрите, на входе стоит лагерь. Говнюк. Я тут пошумлю у вас, малех. У меня не корова, а танк просто какой-то. Все сломало, все. Ну и к чему это все? Это вот, это все. И где ворота? Пошли ворота смотреть. Что-то не великана уже перехотелось сбить. Мне кажется, возле, возле этого, возле, вон, тех, вон, вон, входа должен быть костер. Ну, это далековато сюда бежать, бить великана, честно. Вообще, здесь никого и нет, кто по идее. Нет, есть, он на баллисте, по-моему, кто-то стоит. Неплохо стал. Да, неплохо. За неразбивающейся штучкой. Ну, ладно, проехали и проехали. Вон, что-то в палатке висит. Руна теней. Я думаю, там еще что-то есть. Но хотелось бы активировать хоть какой-то костер. Хоть в каком-то месте. Ибо зачем тогда это все нужно? У меня уже кто-то здесь... Кто-то меня уже здесь посек. Что-то такое. Где-то раскололась великая руна. И мощные чары развеялись. Че? Какая руна? Какие чары? Это, наверное, было требование... А, наверное, я сюда не вошел бы. Наверное, барьер бы был, если бы не убил кого-то там. Понятно. Теперь понятно. Короче, после какого-то мы убили, великая руна рассеялась. Я не помню, в кого мы брали руну. То ли у льва, то ли у реланы. Это собака или кабан? И теперь я могу войти. А так бы по сюжету меня сюда не пустили. То есть... Иди типа убивай, да? Кого-то там не добил. Я бы великана еще жмякнул бы. Но возиться же с ним. И без костра. И без статуи. Вы представляете, сколько его бить? И парни тут какие-то ходят. Че тут ходите? Записки хранителя печь. Вы же поймите, у меня уже 222 тысячи. Как-никак. Хотелось бы... Хотелось бы найти костер и идти с богом туда сражаться. О, великан нашел. Вот это вот лицо, которое мы добываем в тяжелейшей битве с ним. А оно просто тут так валяется. Нормально, да? Это лестница, что ли? Гриб с белой мякоть. Не могу получить на лошади. Беспредел. Все, получи, попробуй. Че это такое? А, это не надпись. Это такое отражение. Ясно. Ну, в любом случае, мы вошли в этот. В замок, но... Я бы хотел еще и великана жмякнуть. Чтоб велика нажмякнуть. О, еще и второй этаж есть у вас тут охренеть. Еще и второй этаж есть. С бабушками. Хотя, мне кажется, это не бабушки-то, дедушки. Но все равно похоже на бабушек. Вот, сина, вот, вот, не могут меня, чтобы не укусить, да? Парфюмеры, чертовы. Ну, еще одна бабулика. Капюшон парфюмера. Капюшон парфюмера. О, что, жалко было дать мне теневой подсолнух. Теневой подсолнух было жалко дать. Еще один лагерь вверху. Все, надо защищать, так я да. А это... С этой стороны я не забегал. Поэтому для меня это неизвестно, что. Ладно. Ой! Хо-хо-хо! Ой-ой-ошеньки! Ты посмотри на него. Его не увидишь. Так, дать мне лук. Неплохо. У нас маны много же. Да ты не стрельнешь, как хочешь. Я уже здесь. Это ж погибель, наверное, дыма. Да, от меня не уйдешь. От меня не уйдешь, говнюк. Пепел войны, фонтан, искр. Нормуль. Хоть догнал. Я уже думал не догнать парня. Вот говнюк. Видели, что творит? Чего вообще в текстурах? Нифига не достанешь. Алло! Отдайте мне мое законное. Добытое. Или добытое. Так, там были, там были, там были. Как я сюда попал? О! Как я туда попадал? Блин, 250 тысяч. Сейчас наверху какая-то скотина меня жахнет. Ни воскрешение, ничего. Дай я хоть манну хлебну. Что у нас происходит? Бабулька вон раз. Не одна бабулька, блин. Хрена себе мощная. Пять раз ударил. Или шесть, нафиг. Видели, сколько раз я ударил? Какие-то элитные бабки. Нет, нет. А да было, да. Ума на вернули. Та реально была элитная бабка. Из элитного отряда какого-то. Я сюда ради кузнечного камня шел. На? На хрена столько кузнечных камней? Вот. Че-то не пойму. Вообще в дополнение. Одни кузнечные камни. Лучше какие-то, я не знаю. Лучше бы какие-то талисманы полезные бы вы какие-то выдавали. Ну, пусть не каждый раз. Я как-то по частичкам бы его собирать, например. Да? Какой-то талисман полностью защиты от молнии, например. Какой-нибудь. Сто процентной защиты. И по частям бы его собирать там. Это было бы намного интереснее, чем складировать эти кузнечные камни, которые ты никуда не потратишь. Потому что надо новое оружие качать. А нафиг тебе сейчас новое оружие изучать, если тебе с этим, которое ты хорошо знаешь, хрен выживешь в боях с боссами. Ну, вроде бы тут все. Наверное. Наверное, все. Что-то типа спуск есть. Ну, что, бить великана без костра? И статуи? Как так-то? Ну, что, может, заваншотить? Да не может, а заваншотить. При первой же возможности. И тем более, вон у него рыцарь стоит в ногах. Нормально. И нет статуи. Не, ну ничего так. Там, кстати, камень лежит. Вон. Ой, не камень, а кусок древа. Ну, поехали в замке. Наверное, что-то должна быть какой-то костер же. Должен быть. Может, что там выпало? Кусок древа лежит. Надо бы это. Я с удовольствием бы сейчас прокачался и начал бы драться. Так нет же, опять же. 20 минут на лошади, ваншот и 20 минут на лошади. Вон опять 20 минут на лошади, ваншот, 20 минут на лошади. Он же, он же может тебя ударить с одного удара и уничтожить. Просто взять и убить. Ну, впустили нас в замок. Да, вот подъемник есть. Круто. Но если это, это ж подъемник, подъемник. Ну, пипец. Ну, давай там посмотрим, что там. Я, конечно, сюда не планировал, но отсутствие вообще каких-нибудь точек сохранения немножко напрягает. Пристанище теней, пипец. Это я, чувствую, мечтал сюда попасть всю свою жизнь, да. Костер есть, есть. Все, теперь мы валим отсюда. Нафиг это пристанище? Еще рано мне сюда. Явно мега-гига-босс какой-нибудь. Нет, сейчас я не должен спать, потому что у меня сейчас есть лагерь возродится. Я бы с удовольствием, конечно. Но зато у меня есть телепорт. И 258 тысяч, которые могу просрать за один удар. Надо в поле выбегать, короче. Главное, не умереть в лагере. А, лошадь нельзя, понял. Все, до пристанища теней добрались. Поздравляю нас. Это огромный город какой-то непонятный. А теперь мы с вами заедем, объедем сейчас. Сейчас объедем, заедем. Мне, правда, надо будет через него проехать, что ли? Посмотреть, с кем он там стоит. Сзади бить смысла его нет. Урона большого все равно не будет. Если умирать, то в поле где-нибудь туда подальше. Поближе, вернее, к огню первому. А так вот, вот что нас ждет. Толпа прохожих с факелами. Это я сейчас где? А, вот возле озера еще, кстати, не был. Может, там костер есть, я не знаю. Это моя любимица, да. Или любимица. И он еще один, пипец. Сейчас все убьют и без костра, нахрен. Да, конечно, конечно, что будет воскрешать-то. Какая-то родина. Отбился. Черные рыцари, короче, в траве сидят просто нафиг. На ровном месте в траве сидят темные рыцари. Что там сияет красный? Тупо в траве два красных-черных рыцаря. Ну, красных в смысле. Ой, а там у нас... На-на-на-на, иди сюда. Убьют, по-моему, еще любят. Как я обожаю вас просто нахер. Давайте сто тысяч ударов все вместе просто. Я ужас какой-то. И лошадь теперь, это просто проблема нафиг. Дополнениями введут. Теперь проблема лошадь. Ну, корова моя. И проблема эта капля, которая призывает. Их, короче, как-то упразднили чуть-чуть. Упростили или, не знаю, еще. Запретили что-то делать им. Ну, что не бойся. Лошадь с одного удара на меня кладется просто. Смотрите, какая подсветочка, да? Только ночь такую увидишь. А он медведь ходит. А я медведя не боюсь. Дайте мне что-нибудь забрать. А где у нас костры-то вообще? Не, ну просто интересно. Ну, давно медведь гонится. Ах, чуть не упал. Где костры? Аллоу. Куча медведей. Я буду их всех убивать. У меня уже подсолнухи на краю. Нам нужны мертвые подсолнухи. Это я возле озера. Ох, Мефодий огромный. Смотрите, какой. Элитный. И опять же, без костров. А, есть возрождение. Есть возрождение, но нет костра. Это плохо. Есть призыв. Вот статую нашел. А чего из-за того хрена такого нет? Кожаная какого-то разделит тут. Ладно, я сюда приду чуть попозже. Три-ли-счас. Воскрешение-то есть. Хотелось бы душу спасти свою. Но просто если я умру... Не, давайте, наверное, не рисковать. Пошли его убьем, этот, факел. Спокойно. Но это не будем рисковать. Ну его нафиг. 270 тысяч. Факел, если меня убьет, убьет в поле. А этот, если меня заваншотит, заваншотит у себя в лоб. Куда я могу не добежать просто физически. Иди нахрен. Медведь хоть не бежит за мной? Нет. Вот этот перец. Возле, как раз, возле дорожной стелы находится. Было бы неплохо его убить. Вообще, недалеко, конечно, бежать на самом-то деле. Да? Только там три чувака после него. Метод бой совсем не нужен с полным количеством рун. Поэтому я, наверное, пойду лучше поспать. Потому что-то бежишь-то поспать. Тут все равно, вот видите, нет ни одной руны в окрестностях. Ну как это? Говнюки. Не, я потрачу, потому что тут очень медленно набирается уровень. Сейчас ее просто, просто меня сейчас загрызут, забьют. Еще там три чувака стоит. Реально не смогу подбежать, забрать. Давай, спокойно сейчас прокачаем уровень. По-моему, древо у нас есть, да? И древо могу? Нет, древо не могу. Древо надо сначала забрать. Ну ладно. Не учитывая, хотелось. Вот уровень свобод могу прокачать. Тысячу всего накинуть. Точно тысячу. 65-72. Нет. Нет, 76-77. Тысяча, да, тысяча. И никаких проблем. Ну, значит, все, лагерь, конечно, обновился. Но у нас там телепорт есть. Там мы все обыскали. Там ловить особо нечего. Только вот это вот за чуваком огромный. Там надо забрать кусок древа. И будет все в шоколаде у нас с вами. Наверное. Так. Так, 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 что я хотел. А, 500. На 500 же шмин? Ну да. Это на 200. На 500. Нет, 500 и 700 еще. Еще на 200, как раз, сейчас потратим. У меня все как в аптеке. 700, хватит же. Ну, давай, саму маленькую тут. О, по-моему, должно хватить. Сейчас, смотри, единички не хватит, как обычно. Закон под. Нет, хватило. Смотри, хватило. Двадцаточка даже сверху. Даже чуть меньше. Так, ловкость. Либо-либо-либо-либо-либо ловкость, либо колдовство, либо здоровье. Давайте ловкость до 55 догоним. Все, теперь можно валить. Я думаю, надо начинать с этого говнюка в центре. Сейчас я даже обскакаю. А, надо убивать всадника. Может, я убегаю. Да нет, он далеко от него. Говнюка в центре надо убивать. А потом на медведя идти, потому что, мало ли. Может, будем медведю пятки чистить, как обычно. Этот бой может... А, вот это надо убивать, да. Этот может присоединиться к схватке. Это плохо, да. Ничего не вижу, но победил вроде бы. Да, этот мог присоединиться к нашей битве. Ребятки. А, их надо быстрее убивать. Пока этот не подошел к воротам. Гляди нахрен. Он уже идет к воротам. Привычки нет. Блин, урон... Вся линия к фигам. Ты посмотри, кто ударил. Слушайте, так он подошел. У меня бы схватка была со всеми сразу. Не честно. Сейчас я убью эту точку. А, вон еще и... А, тут всадник. Все нормально. Зато упал тоже козлина. Все бутылки выпил. А того, к чему я буду убивать. Вот я вам и говорил про душу. А я говорю того убивать. Ага. Мы уже научены. Попробуй этого рицаря свалить нахрен. На него мой максимальный урон сносит 1%. Ну ладно. 5% в 5. 1% на босса. А босса надо 100 раз ударить. Вот вам и души мои потраченные. Ну, есть же чуйка. Так, этого наконец сначала. Так, этого на коне, потом души. Все-таки 5000 за всадника, да? На дороге не валяется. Ну, теперь этих кабанов. Ну, не вариант убивать на корове их. Я говорю, корова слабое звено у нас сейчас. Но самое интересное, что после коровы ты в нокдауне какое-то время еще. Ты парализованный нафиг. Что сделали с коровой, непонятно. Почему она такая слабая стала? Так бы была, конечно. Усилить бы... Усилить бы не помешало бы. Ты посмотри, какой крепкий. Ну, все. Удар, 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 ваншот. Вот тебе пехота, стоящая перед парнем, с которой я хотел драться вместе с пехотой. Корова. Все, корова это слабое место. Все ослабили полностью. После коровы бах, бах. Не, они не ослабили. Знаете, что произошло? Произошло усиление урона у рядовых противников в тысячу раз. Вот в чем проблема. И это самое усиление урона в тысячу раз сделало корову беспомощным существом, которое просто губит наездника. Все выросло, кроме коровы. Какая-то странная система прокачки, ей богу. Ну, тут игрока, собственно, не особо сильно прокачивает-то, но все равно. Душу заберу, блин. Конечно, корова будет дохнуть от любого чиха. Вы видели, сколько у него здоровья? Я его уже и крованул. Что я уже с ним только не сделал. Он не умирает. Это как этот, только... Только тут покрупнее будет. Я сейчас и сто тысяч тут наберу с этими парнями. О-о-о, пошел рыцарь наш большой. Я зашел, видимо, на территорию замка и... И возникли небольшие трудности. Так, смотрите, я сейчас убиваю этих. Понимаете, в чем геморрой? Геморрой в том, что... Это кто? Ха-ха! От этого я съездил. От этого я отбежал. Не, ну красавец. Кто-то мне в спину дышит. Это домой пошел? Пипец просто. И от этого, понимаете, я от этого сейчас буду вот этим геморроем заниматься. А потом меня этот заваншотит, товарищ огненный. И вот как только он меня раз заваншотит, пошлю его нафиг, мне кажется. Пойду медведя бить. Вот точно пойду медведя бить. Вот как мне это только в говно убить? Он же еще и сияет там. Я на корове не могу от него убежать. Все за хрень вообще происходит. Алло. Давай лучше без коровы. Его нас погубят. Его не вижу, правда, теперь. Все, его не вижу просто. Че там? Алло. Понятно. Опять же, поллинии к чертовой матери. Щезарядовые противники пошли. Он на месте ходит? Или что он делает? Херан не успеешь ударить, твою мать. Отпрыгивай, не отпрыгивай нахер. Убегай, не убегай, сука нахер. Это босс или кто это такой? Я не могу понять, что за сложность. В какую сторону мне прятаться от него? Почему он урона не получает от меня вообще никакого фактически? Наконец, Тох пробил. Бляха-муха. Доспех черного рыцаря. Рядовой противник. Пипец. Потратил все бутылки практически на него. Ничем не пробить его нафиг. И со своими тыкалками, этими вонючими оружием своим 25 уровня. Вы взять и выбрось. А кто-то там стоит. А, мужик с факелом. Ха-ха. Тут мужик стоит с факелом. Ну ладно. А теперь меня этот грохнет сейчас за 2 секунды. Как его вывести-то теперь и не умереть с одного удара, а? Смотрите. О. О, заметил. А, теперь начинаются обстрелы. Бесконечные. Корова ранена. Я ранен. Ну, начинаем. Драться здесь практически невозможно. Прыгать невозможно, потому что ландшафт херовенький. Его надо либо оттаскивать сюда, так он стрель... Ну, стрелять сейчас будет, да, если ты начнешь его оттаскивать. Ну, не, все. Геморрой этот нахрен оставляю. Народ, как хотите, я пас. Ну, геморрой еще настоящий. Смотрите, сколько его бить. Тысяч, тысяч, сто тысяч здоровья. Представляете? 5 тысяч, один процент. Это не то. Не прыгает он, когда у тебя, сука, ландшафт поперекошенный. Разработчики. Твою мать просто. Еще засуньте его нахрен в сортир какой-нибудь, а я буду его добивать. Боже мой. Тут невозможно нормально прыгнуть. А отойти нельзя, он меня застреляет. Вот, все. Ну, еще камера. Ну, естественно, что же камера, что же, сука, криворуга какая-то ее делала. Просто сил нет, просто нахрен. Да идите нахрен, бляхомуха. Мне надо бежать смотреть, что у меня под ногами. Нет, мне сейчас будет пить рукой. Рука сейчас будет. Нет, нога. Жесть. Отдыхай, твою мать. Смотрите, сколько я убрал. Это за час битвы. В текстуру ушел. Народ, текстурки, пятки спрятал, чтобы я их не достал. Хорошо, что одна осталась. Хорошо, что одна пятка осталась. Офигею просто. И только этим ударом я могу достать. Тут попадать не будет по пятке. Ну, красавчики. Не, ну и что? Последний. Все. Пей. О, пятку вытащил. Ну, спасибо, что вытащил. Спасибо, брат, что вытащил пятку. Ну, геморрой еще. Пипец. На. Пиди. Тут прыгнул. Но вроде бы нормально. Тут вроде бы да, тоже. Восстанавливай, короче, здоровье. Ой, схватил. Нет, не схватил. Мне надо мандо, кстати, выпить. Нормуль. Восстанавливайся. Давай. Вот этот захват. Воншоти еще. Я не успел. Да еще рука сзади висит. Я в шоке. Сил нет. Останавливайся. Беги, беги, беги. Сейчас будет жесть просто. Беги сюда. Пипец разворот. Да, май, на 100 километров. Вставай, сука, со своей лошади, чертова. Давай быстрее. Все, конец. 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 Или еще нет. Знаешь. Да, конец. Я ничего не вижу, сука. Достой сюда. Пипец просто. Как, как, как я выжил, я не знаю. Давай. Лучше так. По 3000. Бутылка. Сейчас сдохнет. Сейчас начнет вставать. Еще разик. Да ну вас нахрен с вашими боссами. Еще и ударил меня чем-то. Да ну вас нахрен, понимаете? Засохшая багровая слеза. Зачем мне этот геморрой просто? Ну просто, чтобы он на карте не висел. Ну просто бомбит. Тебе надо прыгнуть. И ты не можешь от него избавиться. Тебе надо посмотреть, где он находится. А ты не можешь провернуть камеру. А она не вращается. Она снимает только в одном и том же положении. Осколок древа упадка. Он, кстати, разрушен. Разрушил статуи, походу. И ворота разрушил. Все разрушил, короче. Вот это я не забрал. Древа упадка. Это последнее, что было. А так, в принципе, все отсюда вытащили. Почему она такая все убого и стала-то? Алло. Сколько у меня там тысяч? 50 тысяч. Я вот, когда я упал с лошади, он меня начал бить руками. Ну, вы видели, да? У меня путаются кнопки. Потому что вращается камера. И когда я начинаю бежать вперед, я начинаю бежать назад. То есть я жму, например, вперед бежать, а он у меня назад бежит. Понимаете? Так, это эти сидят в траве. Нет, с ними больше драться не хочу. И цена ошибки. Вы представляете, какая цена ошибки, да? Ваншот смерть. И дальше воскрешается все, кто перед ним стоял. Все всадники. Рыцарь этого дебилистического надо убить. Пришлось бы. Ну, все вроде бы. Все вроде бы, но мне надо восстановиться. Тут мы зачистили эту половину. Я могу, конечно, сюда бежать вот сюда. А, вот это они забирали. О, блин, я с масками с меру. Не, а вы мне нафиг не нужно. Давай, пацаны, пока. Сейчас еще тут гляну. Ну, по-моему, я тут все, что нужно было, нашел. И так, без вас, да? Все, идите нафиг. А, если я отсюда еще уеду. Тут же ж выстрел у товарищей. Пол линии нафиг. Это повезло, что корову не убился. Убил бы корову, у меня сейчас бы эти дорезали сзади стоящие. Фух, вальнули. Вальнули, вальнули. На, 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 на медведя идти смысла нет. Надо восстановить здоровье. Ну, смысл идти на медведя. Сейчас еще медведя буду убить. Подожди, там еще посмотрим, что. Ну, я, по-моему, могу прокачать себе уже уровень, да? Кстати, привет. Я узнал, кто ты. Не хочется с ним разговаривать. Ну, ладно. А что я сюда прилез, я не знаю. Медведь чуть-чуть в другом месте. Да, я могу прокачать до 10 уровня себя. Уже три осколка эрт нужно, понятно. Следующий тоже три. Ну, ладно. Ну, ну, что ты делаешь сюда? Отсюда быстрее, наверное, будет до медведя доскакать. Сейчас медведя еще на вкус попробую. Там еще будет бомбить. Ну, там есть это. Блин, 50 тысяч. Опять 50 тысяч. Ладно, пусть забираем 50. Никуда не девать. Это я набил, пока убивал этого господина. 50 тысяч набил. На рыцаря, представляете? А кто тут стоит? А, это... Не-не-не, не надо с ними. Это в траве сидят эти черные рыцари. От которых нет спасения. Не-не. Так, а это что? А это мы тут были. Мне наверх нужно. Она в ходе стоит под тройка? Ну, наверное, если всадники... Если всадники ездят... Слушай, ездовой медведь какой-то. Не догнать. Пипец. Медведь, ты что? Реально ездовой? Или цирковой? Так, это был обычный медведь. Мне нужен необычный. Тот на озере ходит. Вон он. Красный прям. Есть тут статуя? Есть статуя. Все, призыв есть, статуя есть. Пошли бить. Кто бы он там ни был. Хоть нашли статуя. Может, возле каждого есть статуя. Просто я не знаю, с какой стороны заходить. Вот тут только с этой стороны. Тут одна сторона. Нет, он даже без имени. Ну, как обычно. Ну, здоровый, конечно. Как и ожидалось. Кто-то знает, сколько у медведя здоровья? Насколько я вам убрал? Ну, чест, покажите. Насколько я убрал? Ну, не видно. Ну, начинается. Вы видели урон мишки? Это я 10 уровня прокачки. Опять же, на лошадь, наверное, не стоит это делать. Ибо лошадь это погибель в дополнение. Где он? Мэй 50 тысяч душевый. Не, ну, ночь, конечно, хорошо драться. И ночи какие-то стали мрачные. Вообще нихрена не рассмотришь. В Элден Ринге в первом ты смотришь, любуйся пиза. Пипец просто. Поллинии, народ. Поллинии. Меня и лошади. Давай пешочком. Я даже не вижу его линии. Говоря уже о чем. Это зомби? Зомби-медведь, что ли? Че это такое? Да, зомби... Зомби-хрен-хренмеет, блин. Великий красный медведь Ральва. Есть имя у него. Есть у него имя. И до хрена здоровья, но у меня урон хороший, по-моему. Все, у меня, наверное, ваншотнули, да? Три-четыре. Мне кровь не любит, парень. Я не вижу его, сука, оператор. Я тебя ненавижу, тварюка. Как можно так камеру настраивать? Здесь же ваншотит все. У вас камера не работает. Вот же ж, блин, криворукий нахрен. В таких играх нельзя допускать такие ошибки. Пипец. Ваншот практически всего. А, еще мишка пришел. О, еще мне лес. Еще все лес перед отцом. Оп. Ему нельзя там... Еще один мишка пришел. Еще нормально. Тут грустно. У меня бутылок нет, что ли, не есть? На замахе касается. Ван, удар по об... Ну, нормально, ничего. Каждый босс должен бить по области, сука. Если босс не бьет по области, это плохой босс. Пей. Достал ралеву. Ой. Дерево. Нормал. Хренеть. Что это за новая фигня? Иди нафиг. Я жив, да? Это ненадолго. А бутылки нет. Пей. Пей. Сука, не пьет ни хрена. Кнопки как будто какие-то ватные, мятные, не знаю какие. Нажимаешь кнопку лежится, ни хрена не происходит. Ну, что происходит нахрен, новый геймпад, сука. Ну, 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 пипец. Прыгнуть невозможно в нужном месте. Увернуться невозможно нафиг. Нажимаешь кнопку блока, выпить. Не, не реагирует. Два раза надо нажимать. Твою мать просто нафиг. Сейчас бы, сейчас бы его порешали бы. Не. Нажимаю, выпить. Не жмет, не пьет нахрен. Еще один, однотипная сущность, которая, ну, хотя бы на медведя теперь похожа. Хоть не на дракона, хорошо. С драконами этими западали уже. С этой-то мы справимся. Все понятно, да? Что к чему, да, как? И ваншотик, конечно. Иногда. Вот, по области, да? Чтобы... Вы помните босса в этой игре, чтобы не бил по области, нет? Я не помню. Я не помню. Это, наверное, не надо делать, да? Он и прыгает по области, бьет. Его еще не видно на фоне кустов. Маскировка, что ли? Смотри, красные кусты, красный медведь. Сука, как твои атаки полностью-то задолбали, а? Ты где? Централизация еще на соседних медведей идет. Ну, че? Захтел. Не. Сломал щит. Ты, посмотри, по области жахнул. Все, Мефодий. Ходец тебе. Враг поверный. Это не враг нафиг. Это могучий враг, если быть честным. Шкура Ральва. Я бы его с первого раза убил. Хотел хоть одного босса с первой попытки убить. Нет, нифига, кнопка выпить не сработала. Беспределище просто востворится тут. 180 тысяч. Ничего, надавали. Товарищи разработчики. Прокачайте лошадь хотя бы. Теперь в таких поединках лошадь губит. Видите, сейчас бы, сейчас бы самое оно... Сейчас бы самое оно по сто, по сто чей дают. Я даже его трогать не буду. Самое оно сейчас бы на лошади убивать этого медведя. Красиво, да? Объезжая там, сражаясь. А нифига, лошадь у меня живет один тычок только. Некоторые вообще меня игнорируют. Фух. А я что, не забрал души? Я забыл, народ. Я забыл душу забрать. Я дрался с ним второй поединок без душ. 50 тысяч забыл свой захватить. Пипец. Сейчас бы сдох бы. Ох. Ох. Ох, ох, ох. Кстати, вот этот вот теневой альту запад, это че вообще такое? Тут же ж есть спуск в эту штуку. Че я вниз не спустился? Там есть вроде бы спуск. Сейчас посмотрим. Хрена себе. Души валяются, я с медведем дерусь нахрен. Пытаюсь кнопку нажимать, выпить, которая не нажимается нафиг. Вот здесь спуск есть, да? Нет. А по виду да. Можно включить день? Пожалуйста. Я так уже устал от наших туманов, этих ночей мрачных. Давайте уже что-нибудь. Я, кстати, уровень могу качнуть, наверное. 230, 50 тысяч, короче. 50 тысяч достаточно будет. Я думаю, стоит качнуть. Сейчас какая-то собака зажмет. 50 тысяч у нас есть чем качнуть. Сейчас все будет. 50 тысяч. 50 тысяч. 50 тысяч. 50 тысяч. У нас вот это вот идет на 15 тысяч. Давай. Еще 35 тысяч, да? Еще 35 тысяч. По 12. 25 тысяч. Вот будет. Если 2. Если 3. Давай все 3. Не рисковать уже. Я сейчас просто исследую область. Может произойти все, что угодно. Абсолютно. Все, должно хватить. Даже с лихвой. А что я так... Я понял, что я от него вернуться не мог. Ни от того, ни другого. У меня лук висит. А я думаю, что я от медведя не могу вернуться нормально. А у меня он аж что? И этот долбанный козел с этими ногами, который факел. Я тоже от него еле убежал просто. Камера еще и замедленная. Я замедленной с ним дрался. Ну, это пипец. Ладно, успокойся. 54. Да, давай. С 55 ловкость дотащим. Все окей. Теперь тут смотрим. Мне кажется, здесь спуск есть. Потому что по-другому я не понимаю, как тут спуститься. Хотя вряд ли. Это кто? В текстурах орел. Понятно. Вопросов не задаю. А как же ж нам... Да нет, тут не реально. Нет, а смерть. А как же ж нам там попасть? Как нам в эту область попасть? Я так и не догнал. Вот, вот эта область. М? По водопадику пробежай? Так тут высота. А здесь не залезь. Отсюда, может быть. А ну давай сюда. Там тоже медведь. Вот у меня еще сейчас стоит путевая стела. Пока я, блин, не открою, я не смогу понять, как нам дальше развилку смотреть. Путевая стела вроде бы сбоку стоит. Но там, по-моему, подъем. Нет, сюда надо выйти вверх. Там медведь, смотри, справа будет. Ну да. Вот, 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 три. Смотрите, тройка стоит. Сейчас медведя убить. Смотри, сколько у меня там? Четыре тысячи. Не страшно. Это за скалой находится. Смотри, я сильный стал. После того, медведи, эти медведи прям дохнут. Слушай, что, путевая стела где-то? За скалой. Не, ну, придумали так, придумали. Ну, что это будешь делать? Тут бандиты же, блин, я забыл. Надо бежать от бандитов нафиг. Короче, тогда все, здесь скала. Я думал, я не дошел. Думал, ну, пипец. Ну, как это? Тут метр остался, смотрите, отсюда метр. А она за скалой находится. А что здесь у меня было за проблема? А что я сюда не зашел? А ну, иди сюда. А что-то, я помню, там был краб. В водоеме. Что мне помешало в город залезть? Высота, наверное. А ну. Блин, где я? Что мне здесь помешало вот сюда добраться? О, путевая стела. Я все пытаюсь к ней добраться. Вот это. Заходим. Краб. А, тут тупик вообще. Тут даже прохода нет. Водопад. А тут спуститься можно. Подняться не... Краб, иди нафиг. Да, спуститься можно, подняться нет. Прежде всего, специфическая же пещера. Ничего не было. По-моему, подъема не было. Но я не уверен. По-моему, не было подъема. Лестницы не было. Спуститься можно, подняться нет. А как же подняться-то туда? Ну, даже если ты на вторую залезешь, на третью ты не запрыгнешь. Не отсюда. А это что? Я уже запомнил... А, это у нас привал у древних руин. Это внутренняя, нижняя. Ну, наверное, да. Просто я думаю, как... Как... Как это все? Как туда попасть? Неужели только через замок? Ну, наверное, через замок. Потому что тебя по-другому туда не пустят. Мне кажется, тебя туда не пустят. Потому что тогда бы... Тогда бы не было барьер. Там же барьер стоял какой-то. На какую-то руну, которую мы добыли. Так, там какие-то дурачки стояли. Мне махали. Вот я сейчас пойду посмотрю, кто это. Вон они стоят и машут мне. Это не данжик? Нет. Вон тут вокзал портовой. Вон он, видите, видно. Отсюда его прям... Такое ощущение, что я здесь могу перепрыгнуть. Но такое ощущение. А, и болотики, смотрите, внизу. А ну-ка, ползи сюда, друг мой. Сейчас мы доездимся здесь. Что такое? Бандиты обычно. Ничего такого. Так, это молебельный дом. На второй мы не попадали. Вот сюда мы не попадали. Вот здесь я не был еще. А почему я там не был? Что мне не дало сюда залезть? Леточие мыши, не думаю. Высота? Ну как-то можно это обойти. Ну это явно не залезть. Нет. И это не залезть. Как же сюда залезть? Гора, реально просто гора. Как будто заход отсюда. А реально, я это почистил, а на этой горе не был. А ну покажите мне, придурок этот стоит в центре. Неубиваемый наш. Три идиота стоят, да? Три! Ты тут вообще неубиваемый парень. На коне еще можно его обмануть. А здесь уже не обманешь этого. И не собьешь, и ничего с ним не сделаешь. И здоровье тысяч двадцать. Так, вот тут я не забегал сюда. Вот это интересный моментик. Я с той стороны посмотрел, а этот лагерь остался. Не зачищенный. Здрасте. Не дотянулся, мужичок. Все будет плохо. Это кто посмел? Ой. Ой. Кстати, вполне могут убить. Видите? Два парня могут убить самого бронированного парня. Другого. Десятого уровня прокачки. Реально могут шлепнуть так, что ты не встанешь даже сейчас. Подожди. Я с ним разберусь. Чего-то защищаете. К вам не доехал, Малеха. Смотри. Вот это урон. Вот это рядовые противники бьют, а? Ну, кайф же. Два удара топором. Пол линии нет. Если еще упадешь с лошади, они тебя обязательно добьют. Да, тут призыв работает, что-то серьезное. Но ребята мощные. Я думаю, призыв именно на них. Вряд ли тут будет босс. Просто, просто очень мощные ребята. Он, по-моему, рыцарь впереди. Этот, который не сбивается. Мой любимчик. Там два даже, по-моему. Некоторые NPC себя очень странно ведут. Вы заметили? Я вторую серию уже наблюдаю, что у них проблемы. С координацией это точно. Два рака, помните? Это я не обзываюсь. Настоящие раки, которые были. Тоже остановились в одной из мгновений. И перестали просто ходить. Вот парень только что. Шел мимо меня и шел бы и дальше. Себе бы не тронул бы. Что там у нас? Вот эти троем меня точно убьют. Если они за меня возьмутся, то все, конец. Ну, я крут, конечно. Не всегда, но круто. Все, порешали. Ботелье вы налейте мне. И что же вы тут так защищали, Рьяна? Что это такое? А вон вот эти ублюдки стоят. Или один стоит? Один стоит. А вот это говнюк очень-очень неприятный. Я двоих уже убил, ну ладно, сейчас мы тебя. Сейчас мы тебя порешаем. Он мне порешает, кипец. У меня такое же вода, не, он сбивается, он хотя бы сбивается. Я бутылка есть? Как босс, нахрен. С бутылкой. Или они все с бутылкой? А может, они все с бутылкой? Ну что, они все с бутылкой. Я просто... О, парный клинок из черной стали. Не, это какой-то... Это супер-пуперский какой-то. Кузьмичный камень, что-то. Типа полубосс. Потому что оружие просто так нам не дает здесь. Понятно. Ну вот побывали наверхушечки. Ничего тут нету. Мощный, да, мощный. Кстати, с одной стороны, медведь мне понравился, если быть честным. А, тут больной лежит, потому что это запятно. Медведь понравился мне тем, что он не похож на дракона. Это уже плюс. Если бы его сделали чуть-чуть сильнее, только камера, опять же, начинает теряться с большими соперниками, то бой был бы интересен, потому что там есть что высчитывать. Несколько атак есть. Ну, атаки по области даже у медведя уже появились. Я в шоке просто. Даже медведь уже по области бьет. Ну, кровь и красота. Даже если ты стоишь за спиной, он тебя достает. Ну, от этого не уйти, видать. Видать, тренд такой. Все, это я посмотрел. Тут ничего тоже нет такого. Сюда, наверное, после замка как-то, наверное, спуск будет. Возможно, здесь. Типа интрига. Единственное, что я так и не догнал, какого я вот... Какого я вот... Вот здесь я на водопаде был, а что я здесь по водопаду не могу сползти? Вот тут, что я не могу в эту часть замка попасть? Вот здесь же что же? Это ж не связано ни с чем. Это высокая скала. А залезть я на нее не могу. Ну, давай еще глянем отсюда. Попадать туда через, я так понимаю, этот кусок замка, в который... Не могу влезть почему-то. Да? По воде я не могу пробежаться? Там же водопад вроде бы как мне не очень... Да нет, наверное, разобьешься, друг мой. Мне кажется, ты разобьешься. Ну, вот же водопад. Ну, падай, короче. Тут нет у нас вообще-то, у нас валяется. Ой, что-то зелененькое. А, сияющий светлячук. Тут, не, это смерть. Хотя мне надо вот на эту скалу как-то попасть. А здесь я, по-моему, с этой стороны бывал. А может и не бывал. Сейчас просто проверим. Проверим с этой стороны, бывал ли я с этой... С этой скалы. Могу, наверное, не долететь, но попробую. Это не тот, где жив. Так, тут не судьба перепрыгнуть. И там, даже если я в воду сойду, все равно я там не залезу. А может и залезу. А вот эту могилу я не видел, наверное. Да, это ж могила какая-то. Да, я здесь не был, в этой части не был. Ура, ну хоть куда-то попал. Нет, там мы никак не залезем. Наверное, это как-то закрыто. Чтобы я там случайно не оказался. Да, эту часть я видел вон с той горы. Но сюда, ну, оттуда я видел. Помните, отворот видел? Сюда так и не мог добраться. И здесь у нас могильный ландыш. Круто, всю жизнь мечтал. Да, ради этого стоило. Так, мужика внизу помню. Сюда я пытался залезть, не смог залезть. Что, ради могильного ландыша? Вот это вот весь сыр вор вот этот вот. Реально, из-за могильного ландыша вот это все. Да не поверю. Ну давай перепрыгнем. Нет, тут разобьешься. Да нет, далеко. Лошадь моя так далеко не прыгает. Ну давай слезем. Или тут смерть? Наверное, тут смерть. Мне что-то подскажет, что тут смерть. Смотрите. Нет, половина жизни есть. А это что? Боже, тушканчика засосала. Бедные текстуры. Это о качестве игрек, говорит, друзья. Сколько мы уже увидели животных в скалах. Ну, в смысле, в текстурах. Ну, везде. Просто торчат и все. Вон, видите, засосал и никуда надеться не может. Ну, а тут погибель. Тут можно не прыгать. А эту башню, она недосягаема реально. Может за тушканчика схватиться, за хвост и вылезть. Вот тут как бы, как бы, вот тут как бы, как бы. Но, по-моему, тут стекло. Да, если бы тут встать бы, то отсюда бы я бы... Вот туда бы я бы допрыгнул, но не могу. Ну и что, идея есть вообще? Как сюда попасть? С высоты упасть не вариант. Очень высоко. Отсюда сюда перепрыгнуть? С этого края туда? Не вариант. С этого на башенку, может быть. Ну, давай попробуем. Я уже все обошел. Я уже обошел все кругом. Меня не пускает вот эту часть. Там есть лесенка. Если есть лесенка, то мои ноги должны по ней пройти. Это я так прохожу вообще-то все игры. Может кто-то скажет, ну его нафиг. Нет, ну, конечно, может это заход отсюда. Я ж не вижу здесь карты. Может быть тут какой-то мост. Вот, сломленный мост. Что это? Ну что, надо... Ну что, долбануть нужно. О, внизу щита есть. Я жив. Ага, дальше что будешь делать был? А, вон туда? Это такой спуск? Это такой способ попадания в эту часть карты? Нет, тут я точно разобьюсь. Ну, а вместе с лошади тогда уже. Да нет, это... Это единственный способ попасть сюда так. Вы с ума сошли что ли, реально? О, статуя даже есть, представляете? Коровка. Мы... Мы это сделали. Невероятно мы это сделали. Мы попали сюда. Фу, вот это... Вот это, наверное, круче, чем победа над любым боссом в этом дополнении, которые у нас были. Так, смотрите, внизу... Внизу своя жизнь. У них там огороды какие-то. Так, а как вы тут живете? Что-то непосредственно. Свой дворик. А че-то вы отделились. И смотрите, как любезно поставили форт в туманном разломе. Как любезно поставили статуи. Обычно такого подарка ждать не стоит. Значит, это единственный заход, как сюда попасть. Представляете, по скалкам... Скалки... Скалки это не то, что вы подумаете. Скалки это скал... Скалы. Уменьшительными. По скалочкам мы с вами слезли. А тут нас взорвут, наверное, к фигам. Потому что много бочек. А, тут босс какой-то. Чуть-чуть такой. Они сейчас, наверное, будут стрелять меня огнем. Мне тут драться нельзя. Они будут меня стрелять огнем. Ни хрена себе урон. А, понятно, почему здесь статуи поставили. Я теперь понял, что тут статуи поставили. Бить нельзя, взорвемся. Бить нельзя, взорвемся. А он забрасывает тебя огненными шарами. А эти со щитами подходят. А ты по щиту... Ну, ударишь пару раз, толка ты от него. Не, ну я рад и так. Я рад, что я вообще сюда попал. Это было невероятно... Невероятно просто сложно. Внизу там вообще, смотрите, артиллерия. То есть, наверное, лучше сделать... Вот так. Туда тоже бочки, бляха-муха. Наверное, лучше вот так сделать. Потом вернуться сюда, когда я их зарежу всех. Ни хрена себе там у вас. Капец. Он меня бьет слева. Ну, хоть кого-то убил. Тут дверь есть? Нет. А теперь мне сюда надо бежать, чтобы забрать свою штуку. Ага. Надо было по мосту бежать. Ха, я мост не заметил. Мост не заметил. Стены уперся. Ну, благодаря оператору... Дедушке Миядзаки, который все еще в свои 99 лет продолжает снимать игры, я не могу понять, куда мне бежать. Поэтому пусть дальше. Здоровья ему, да. Пипец. Сейчас тут, главное, пробежать не попасть. Да не попадете. Мне главное забрать, а там я с вами как-то уже разберусь, наверное. А сколько у меня там? Пять тысяч? Да нет, не пять. А там большой рыцарь. А ты сейчас будет не очень тут. Привет. Я только от дураков сбежал. А тут ты. Здоров. Да, это... Это еще и босс. Герю. А что, языком у меня, да? Язычник. Народ. Давайте... Давайте вы будете считать рыцарей, а я буду драконом считать. И посмотрим, кто победит. Это пипец. Однотипность во всех боссах. Тысяча драконов, тысяча рыцарей. Сколько мы уже, третьего сегодня убивали, четвертого уже убиваем этого босса с этим? А зачем их ставить так часто? Ну да я понимаю, что с этим мы будем возиться год. Вот, фактически. Все, я, наверное, души забирать не буду. Понимаете? В чем фишка? Вообще-то мне, нахрен, не нужен-то особо. Куча драконов, куча... Куча рыцарей. Все, на остальное можно забить. Ну, медведя там иногда опасно. Где мои души? Выходи, гонюк. Можно я души заберу? Тридцать тысяч все-таки. Какие-то ты заберешь эти души. Урон, посмотрите. Попадаем? Нет, попадаем. Ну так, а я, че? Ты умная, а я нет. Вообще, плотнее здесь. Это не я был. Это не... А я души не взял. А я души не взял. А, у меня еще и стреляют. Ну, правильно. Сильно легкий босс. Какой же... Какой же пипец просто творится. В узком... А, так я не могу взять. Понимаете, почему? Потому что я в столе залежу. Ах, охеренная задержечка у тебя, парень. Пошел в жопать. Все равно... Языком попадает. Ты со своим языком там по... О, йо. Ей, еси. Пипец, у него здоровье. У меня столько нет здоровья. Бутильоны заканчиваются. Алло. Говню. Хочу б не лечился. А че, прикольно. Еще раз. Классно. Вот, сукаш. Вот, сукаш. Все. 1905-й рыцарь убит. Большой щит из черной стали. Все, говнюк. Я тебя убил. 121 тысяча. Тебе душ терять еще хуже. Ноль бутылок. Че, и костра не будет здесь, да? Но мне сюда уже не нужно идти. Кузнечный камень 7. Ну, это того стоило, да, чтобы за это сражаться. Это да. Это да. Без этого никуда. Вообще-то, можно было его оббежать, да? Если, конечно, не перекрыт путь. Народ, а че я тут буду делать с половиной жизни? Вот, он сейчас взорвет меня, и все. А мне этих надо еще перебить. А что там? А куда идти вообще? Вниз, что ли, падать после? Мне просто нечем подлечиться. Ну, мана еще есть, могу ли. Завалили говнюка. Че бутылок там не дают, а? Это ты стрелял? Это он стрелял. Да, награда сумасшедшая. Так и хочется исследовать. Прорываться сквозь босса, чтобы получить кузнечный камень. А, вон лестница есть. А этот за бочками стоит, да? Там, правда, еще кое-что взять можно было бы, ну ладно. А эти бросаются, да? Ну, бей мне еще, пипец. Просто в бочку боюсь попасть. Камень кузнечный. Так, спуск вниз. Там нас будут ждать с этими. Обстреливать будут нас. Давайте-то, наверное, вызовем Олежу. Чуть-чуть продержимся дольше, потому что не хочется сдохнуть. А ну, дайте Олежу мне. А, Олежу я уже не вызову. Каплю тоже. Каплю не вызову, потому что здоровья не хватит. А Олежу... Это бочка в текстурах, или... А, ничего, все погибли, что ли? Зарвались, наверное, да? Это бочка. Олежу. А, так бочки не взрываются Бочки не взрываются у нас Кузнечный камень Заспех солдата Бочки, если кто-то подожжет Их тогда не взрываются Так они безопасны Я вот сюда могу сразу прыгнуть И навалять им отсюда И зайти в тыл Чтобы не идти по этой адской арене здесь Но из-за отсутствия бутылок Это сделать невозможно Вон мост еще стоит Там два чувака, даже больше Вот на ту сторону я хотел пробежать Помните, мы под мостом шли И они очень адски сражались Есть у нас статуя? Есть статуя Я вот просто думаю, как нам поступить правильно Может воскреситься Я просто сейчас сдохну И сколько у меня там? 132 тысячи И слезть снизу еще раз Или уже сдохнуть здесь А потом забрать душу А давай так Мне боюсь, ты сдохнешь здесь Мне что-то так кажется Вроде бы нет Ну теперь точно сдохну Теперь точно сдохну Но я зайду с тыла сейчас Сундук сзади оказывается был Я думаю, что вы защищаете, парни? А ну вон оно что, да? Не, ну тебя на меня не нападает Можно прыгнуть вниз Смотреть спокойно Можно, да, вообще без проблем Почему бы и нет Просто если я от костра Мне надо опять пройти будет этот ад В виде прыжков Я могу не упасть туда, куда мне нужно Души забрать главное Так, если тихо Ну, правда, сверху могут стрелять Это ж я Сейчас ладушу, потом все остальное Ах, операторы Кто меня ударил? Ты? Сдохни В принципе, это ради вот этого А это у нас цепь со змеями Мужик, тут у тебя проблемы Тоже всех убили Представляете, оттуда идти Под обстрелом вот этим вот Это же к лестнице я выхожу, да? Ещё и бутылки дают Ещё раньше мне не дали Когда я наверху победил Жесть Тут нет подвала Очень странное место У меня подвала нет Ну ладно, это тоже посмотрели Босс, так понимаю, один был Надеюсь Рыцарь, я имею ввиду От рыцарей тоже, как и от драконов От драконов, конечно, больше Но от рыцарей тоже уже устал А тут я не помню, где мы вылезаем А, вылезаем А потом можно пойти вниз А, так и всё, собственно Это вся крепость Больше На ту сторону мы не попадём Как бы не старались Не хотели Там Я уже увидели Тут только так, если Тут нет спуска Чуть не упал Я думал, здесь спуститься можно Парни Без огня Билы, блин Да без огня, говорю Нормально Вот я на этом мосту Наконец Кто там к нам идёт, не понял Ты чё сюда Смотри, бляхому Нет Нет покоя Нет уединения Никакого Ой, уже и снизу Меня стреляют Да вы что Вот ради вот этого Вот это Цель всех целей Вот это вот, да Да Справочник гончара Как без него жить-то Ну, вроде бы всё Тут же я не залезу Даже с лошадью Ну, посмотрели Да, это Можно назвать Секретной частью замка Давно мы за ней наблюдали Сейчас ещё посмотрю Конечно Ну, по-моему, всё Там же тупик, тупик Как это мы прошли Вот Вот сюда ещё не заглядывал Ну, теперь О Ещё что-то есть А как такое Возможно Здесь проход Это чё не всё А, это же та самая лестница Которая я говорил Что если я её вижу Я должен по ней пройтись Вот это она Не видите, что ради мухомора Вон там мы стояли Помните, вот тут мы стояли Вот на водопаде я стоял И говорю Вот лестница Интересно, куда она ведёт Того парня мы убивали Он с собакой Это с другой стороны А это мы попадаем На крышу Серьёзно? Ещё не все секреты Тут у нас Неплохо Неплохо, да Ещё можно Подожди Тут аккуратно С подвохом, наверное Аренка неплохая Ещё никто даже не упал О-о-о Друзья, мы попали с вами На ту сторону Нет Нет, не попали мы На ту сторону Цена и та же сторона Только мы сюда не могли Спрыгнуть Блин, я думал Мы туда Как туда попасть? Вон она На ту сторону Фиг попадёшь О, еще один сундук Ну да, вот еще один сундук можно было упустить Если в нем, конечно, что-то ценное есть А не какая-нибудь хрень Талисман разящего наконечника Это для копья, наверное Ну, хозяйство пригодится Повышает эффективную дальность луков И урон от стрел и болтов Хорошая вещь, если бы я был лучником Вот мы еще получили цепь со змеями Дробящий, кстати, да Который я не возьму в руки из-за веры Щит получили вот такой 100 крита 100% физики Надо будет посмотреть Неплохой, по-моему, щит Вот, меч, парный клинок Сегодня достали С сотым уроном Еще какая-то фигня Шкуру ральва А это что, голова? Шкура ральва Потом есть огненная смазка этого Руки всякие Засохшая багровая слеза Кожаные Всякие штаны Набор Вот еще нашел Изучить Давай изучим Записка, предположительно, оставленная Хранителем печь В ней рассказывается о том, как правильно использовать печь Никогда не подносите огненные горшки к пылающему пламени Если я поймаю вас горшками, из которых вырываются огненные вихри Пенять на себя Ну и ключ, который тоже мы нашли Все понятно тогда с этим вопросом Вон там мы только не были Вот с той стороны Ободопада Да, я не мог попасть на него В принципе, на лошади Нельзя на лошади А ты допрыгнешь? Ну, если тут разлом Наверное Наверное, да Давай драконы сюда Нет, нельзя Кстати, эта территория все еще считается Покрытой статуей Видите, я могу воскреситься в случае смерти Ну да, это и с другой стороны моста получается Так а зачем это Вот это вообще нужно А, сюда попасть можно Избежав Так как все равно Будешь добегать год Не знаю, к чему вот эта фигня Просто побегать, наверное Могли что-то в центре оставить Для таких, как я Ну Ладно, все Тогда форт в туманном разломе Мы зачистили Сюда не достать Из этого Из этого вот По крайней мере Полушария точно Тут заход, наверное, как-то Или отсюда Или оттуда Или, не знаю Не долез я через мосты К сожалению Да тут нереально Посмотрите на этот склон Вон Это он в обрыв просто Никак туда не попадешь Это с той стороны Надо будет смотреть Что да как и где Ладно Эту метку я убираю Рано еще нам сюда Все, друзья Мы зачистили все Что могли Зачисти здесь А, не все Что могли Подождите Еще болотка Не посмотрел Могу ли я туда спуститься Там, где мы убили Медведя большого Мы любознательные Да А, нанесись вон тут Точку Ну что Если подводить итоги Сегодня мы убили Три рыцаря Один призванный Два босса Да, по-моему Было Два было Три рыцаря Где-то убили Плюс один на воротах Стоял Тоже можно боссом Посчитать Медведя убили Медведя можно За дракона Посчитать Нет, наверное Да Ну трех рыцарей убили Теория о том Что Дополнение сделали Из драконов И рыцарей Подтверждается В одной серии Мы убиваем драконов В другой серии Мы убиваем рыцарей Честно Я истреблю Медведя Крепкий какой-то 101 Не очень-то И крепкий Так А куда это ведет В болото Не Я бы тут Спрыгнул бы Болото Очень далеко И по-моему По этим болотам Я бежал Наверное Есть у меня ощущение По этим болотам Я выходил сюда Да Мы тут были Так а этот город Тогда Что это за город А что это тогда такое А ну иди сюда Тогда Теперь отсюда Вот у нас то там Есть телепорт внизу Теперь получается Мы пропустили Какой-то город И не смогли Просто войти В нем Как-то Так Сюда не надо Какие-то проблемы Могут быть А ну метку Поставь мне На вот это Что это такое Так Вторую убираю Путаемся А ну-ка А ну-ка Какой-то райончик Пропустил Пока птиц Не трогаем Не там Не было ничего Я же там Оббегал Стены Обтирал Убивал Птиц Специально Чтобы посмотри Да не было там Города Гарантирую Не было города Или внизу А вниз Я не могу Упасть Ну да Далековато Город есть Но как-то Спуститься Это еще ниже Получается Третий уровень Низу Я в шоке Просто Сколько тут уровней Посмотри Какая высота У меня птички Ищут Да Нет Всегда никак Это как-то По-другому Может быть Через канализацию Отсюда Потому что Это слишком Низкая Точка И там Никак Не слезешь Ладно Люди Добрые Все На этом Все Мы с вами Останавливаемся Смотрите Либо защищать Эту Территорию Может быть Либо осмотреть Вот это Мне кажется Это будет Полегче Чуть уровнем Давайте Деревня Бонни Вернемся Наша Найденная Локация В прошлой серии Не открытая Будем Исследовать Эти земли Убивать драконов И рыцарей Конечно же Тут горшков Много Мне кажется Горшки будут Нападать Деревня Бонни Тут сразу Призыв Появляется Вот этот Посмотрим Потом Вот этот Морской вокзал Глянем Можно убрать Тут Осмотрели Все Нашли вход В пристанище Теней Главные ворота Раз Либо Вот привал Древних руин Два Если хотим Исследовать Город То сюда Но я пока Не хочу И вот Это Вот Вот это Раз Тут есть Мостик Раз Потом Два Мостик Есть Три Мостик Есть Потом Подъем 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 Морской Вокзал Какая-то Башня Или Что там Такое Тут Не знаю Если Подъем Скорее всего Это спуск Вряд ли Это подъем В эту область Это один 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 из способов Наверное Сюда Попасть А вот Как Вот Эту Глубину Залезть Не знаю Ладно Друзья Разберемся В следующей серии Все Спасибо Всем Кто смотрел С вами был Дмитрий Канал Shadow До встречи Валден Ринг Shadow Of The R3 Пока